Всем привет! С вами снова Хоккистик. Ну что, пора приводить себя в форму. Сегодня мы займемся дриблингом, будем убирать шайбу под себя. Приятного тебе просмотра! Поехали! Для тех, кто загорал, отдыхал, купался и не держал клюшку более трех недель, как я, первое упражнение разминочное. В хоккейной стойке шайба у вас, начиная свой путь с линии ног, выводим шайбу вперед, та рука, которая держит клюшку сверху, поворот кисти от себя, крюк нашей клюшки встал на носок, и подтянули эту шайбу к себе. От себя на себя. Не забывайте, что та рука, которая держит клюшку снизу, в зависимости от того, насколько далеко от вас ушла шайба, двигается по клюшке либо вверх, либо, соответственно, опускается вниз, когда шайба у вас к линии ног возвращается. Разогреваемся. Немного заострим внимание на работе той руки, которая держит клюшку снизу. Для этого мы с вами поставим три фишки и будем работать по принципу лесенки. Выводя шайбу до уровня первой, второй, третьей фишки и на убывание третья, вторая, первая. То есть рука у нас будет все время располагаться от той руки, которая держит клюшку сверху, на разном расстоянии. Занимаем исходное положение. Первая фишка. Развернули, подтянули. Рука практически не двигается. Вторая. Рука уже поднимается чуть выше. Развернули крюк, подтянули. И третья. Рука вплотную к той руке, которая держит клюшку сверху. Вернули и пошли на убывание. Третья. Вторая. Первая. Вот такое вот хорошее упражнение, чтобы ваши руки были мягкие и вы не нарушали исходное положение хоккеиста, хоккейную стойку. Повторюсь, вы не можете держать клюшку мертвым хватом, иначе, когда вы шайбу увидите далеко вперед, вам придется к ней тянуться. А из этого положения не бросить, не отдать, ничего сделать нельзя. Так, фишки нам больше не потребуются. Убираем их в сторону и переходим к третьему упражнению. Я его называю уголок, то есть шайбы мы будем рисовать угол 90 градусов, выводя шайбу вперед, подтягивая на себя к линии ног. И в этот момент мы с вами разворачиваем корпус и выводим шайбу вперед, параллельно вдоль линии ваших ног даже. Раз, два, три, четыре, пять, шесть и поехали. Рука также работает по клюшке вверх-вниз, здесь уже немного сложнее, так как это не просто прямолинейное движение, когда мы с вами шайбу подтягиваем, но мы еще добавляем работу корпуса. Подтягивая, разворачивая корпус, та рука, которая сверху, уже уходит вперед и в сторону. То есть, чтобы из этого положения нам было удобно вывести шайбу уже в сторону. В прямом хвате это левая сторона. При выполнении этого упражнения постарайтесь избежать перекладывания шайбы, а все делать в одно движение. Пустите на лед. Хочу на лед. Ты тоже хочешь на лед? Пиши об этом члене на таре. Давайте возьмем элемент посложнее и будем уже убирать шайбу с неудобной стороны крюка. Ты мог видеть такой прием, например, у Паши Дуцука, когда он показывал, убирал с неудобной и туда перебрасывал в артаря. Мы все это видео видели. Пойдем, как всегда, от простого к сложному. Шайба будет работать, двигаться параллельно наших ног. Теперь мы уже кисть при моем хвате, я поворачиваю в левую сторону, так, чтобы неудобной стороной крюка, а именно вот этой его частью, носком, накрыть шайбу сверху. Подтягиваю. Остановил. Вывел. Не спеша остановите шайбу с удобной. Снова развернете крюк, подтяните. Почувствуйте это движение, потом уже можете делать это побыстрее. Не самое, на самом деле, сложное движение, просто надо немного практики и отработать его. И заключите упражнение на сегодня. Это уже квадрат, когда мы с вами будем подтягивать шайбу с неудобной стороны крюка по квадрату и с удобной стороны крюка. Ноги наши согнуты, будут работать, естественно, руки и работать корпус. То есть, при моем левом хвате путь шайбы начинает с левой стороны от меня. Развернул крюк, шайба на неудобной стороне крюка, подтянул, остановил. Подтянул вдоль себя, остановил. Подтянул к себе со стороны правой ноги и обязательно развинул корпус. Остановил. И то же самое в обратном направлении, уже с удобной стороны крюка. Раз, два, три. Еще раз показываю. Оп. Чуть-чуть накосячил. Раз, два, три. Хорошее упражнение, которое синхронизирует работу не только ваших рук, но и верхней части. Пока что не говорим о ногах. Также в этом упражнении не забывайте переносить вес тела с ноги на ногу в зависимости от того, где у вас шайба. То есть, на примере, когда у меня шайба оказывается справа, если я буду сидеть на правой ноге, мне будет очень тяжело ее вывести с удобной стороны крюка. Я переношу вес тела на левую ногу, чтобы у меня пространство для рук было больше. Вывел. Подтянул две ноги. Подтянул, можно уже перенести вес тела на правую ногу. В общем, переносите с правой на левую, в зависимости от того, где у вас шайба. На этом все. Не забывай делиться этим видео, ставить лайки. Здесь выскочат мои социальные сети. Обязательно присоединяйся. Спасибо Ледову Айнековичу за предоставленную возможность для проведения съемок. Дальше будет интересней. Хоккей в сердце. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok